Микс Ньюс В гольф приходят по разным причинам Пять часов на свежем воздухе, в приятной компании В том числе прагматическим Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом Но одного не отнять Такой ползнакомых в гольфе, что в принципе они уже точно не пропадут в жизни А все потому, что В гольфе человек открывается И уж точно можно сказать Попробовал один раз и в принципе зацепило так, что Каждый вторник Слушайте программу АП Гольф Ответим на все вопросы о гольфе Можете пояснить поподробнее, что такое Кадзи В 15.30 на радиоболком Добрый день Уважаемые радиослушатели В студии передачи АП Гольф Ее ведущий Виктор Афшельц И Александр Петров Добрый день Добрый день Сегодня у нас одна из заключительных передач Этого цикла, который мы полгода ведем И хотим вспомнить сегодня те темы, которые мы затрагивали за это время Их более осветить может быть Что какие-то вопросы, которые нам задавали Где-то заострить какие-то внимания И уже 2-го числа у нас будет госпожа Гаврилова и Лидия в гостях Мы тогда закроем эфир на этот сезон Ну и если вы помните Начали мы про историю гольфа И не только мировую, но и латвийскую историю До того, как начали уже делать первые гольф-поля Мы затронули правила гольфа Были у нас гости из среды бизнеса Которые занимаются гольфом И были у нас тренеры И были у нас интервью с бывшим руководителем Федерации гольфа Так что сезон передачи подходит к концу И мы хотим уже тогда затронуть те темы Которые, насколько мы знаем, вас волнуют чуть-чуть больше всего остального Вызвали интерес Да Ну, наверное, начнем с полей Ну да, это мы уже неоднократно рассказывали Что почти вся Латвия покрыта гольф-полями Но если мы говорим исторически То самое первое гольф-поле находится в Яунмарупе Оно, сколько отметили, сейчас 20 лет Да, оно одно из старейших В Латвии, да Здесь первое, по-моему, в Латвии Первое, первое Чем особенно... Что за поле? Да, гольф-поле в Вестури 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 Чем особенно это поле? Что оно находится в лесном массиве Что там очень прекрасный пейзаж Именно кто любит лес То есть это ты гуляешь на поляне среди леса Оно недоступно ветрам Так как, например, в Юрне Мало доступно Мало доступно Да, то есть мало доступно Бывает, что дует Там пятую лунку мы же знаем, да Да Бывает, что дует Но, конечно, из-за того, что вокруг лес Количество ветра там намного меньше Чем на других полях Которые находятся или у воды Или на поляне Так что это, я бы сказал, большой плюс этого поля Да Плюс оно, конечно, основное Это жители этой стороны Задвинья Жители Марупа и окрестных Ну, когда-то Юрмала тоже была И не только И Елгава, и Бауска Ну, мы сейчас говорим о том Кому быстрее доехать То, кому уже хочется доехать Когда он уже один раз приехал Мы сейчас говорим Что кому это вот географически близко Чтобы вот это Золи Туда, Иманта Юрмала, да Потому что там, конечно, легче начать Чем начать в Юрмале Там поле гораздо проще Да, то есть как бы чем Ну, скажем, мячиков меньше потеряешь в воде Но оно уже Да, если мы смотрим по точности ударов Да, поле Вестури короче Чем остальные поля Да, лунки не настолько длинные Оно уже Из-за того, что поле находится в лесу Иногда даже не видно окончаний лунки Потому что она за углом За лесом Да, и надо, конечно, посмотреть карту Перед тем, как делать уже окончательный удар Поле интересное Оно рекомендуется У них очень хороший драйанг рэндж Крытый То есть в дождь можно играть Оно рекомендуется, в принципе, начинающим гольфистам И кто играет Ну, в данном случае мы говорим про начинающих гольфистов Основное И мы плавно переходим к Озо Озо у нас первое в Латвии 18-ти луночное поле Сколько ему? Почти 15 лет, мне кажется Или скоро будет Находится оно за Межопарком И поле прекрасное И клабхаус прекрасный И ресторан хороший И ресторан хороший Да, это можно сказать И про Вестуры тоже И про Юрмалу тоже Там, где есть рестораны, конечно Там, где есть поля, там есть рестораны Не все, но Не всюду, но почти да 18 лунок, конечно, для тех, кто Начал в свое время в Вестуре Переход на 18 лунок Это было, ну, скажем Большим шагом И поле находится около озера И иногда приходится побороться с ветром Потому что, если он разбегается на озере Другой раз надо очень сильно подбирать клюшку Чтобы против ветра ударить Третья и четвертая лунки находятся тоже в лесу Ну, то есть, там меняется рельеф То есть, там есть и лес Там есть и открытое пространство Там есть и пролески То есть, это Оно достаточно многообразно Плюс там две лунки идут на берегу Кишозера, по-моему, да? Или не какое-то Ну, на берегу Кишозера Ну, на берегу озера В общем, вы идете Трелунки Вдоль озера Где, скажем так Лебеди И в прекрасную погоду И рыбаки И рыбаки, да Да, когда открывается сезон Первого мая Видно Видно не только лебедей И уток Но и рыбаков Да То есть, это поле тоже Имеет очень хорошую уже Историю по школе Там, по-моему, расположена Тоже одна из школ Гольфа, да Которая с радостью Приветствует новых участников Там же можно спокойно Как в любом другом поле Сдать на зеленую карту Это карта, которая новичка Которая позволяет выйти на поле Ну и, конечно, там хорошо поесть Можно Да Что немаловажно Есть лунки, которые Длиннее, чем вестури Есть лунки, которые Такие же узкие И с лесом Так что Поле очень интересное Да И переход с одного поля На второе Это тоже Для всех Игроков Гольф очень хорошее Плюс Поле, которое состоит Из девяти лунок Так как вестеры Или Восемнадцати лунок Да Не всегда нужно Начинать Восемнадцатилуночное поле Играть с первой лунки Его можно начинать Играть с десятой лунки И заканчивать уже тогда Первая, вторая Ну, заканчивать девятой лункой Да Другой раз Это так Меняет стиль игры Да И даже на соревнованиях У нас разделено Иногда Группа начинает С одной лунки А другая группа Начинает уже С десятой лунки Ну, это для регулировки Трафика Да На поле Если смотреть Исторически То Наверное Юрмала Была Да Называлась она По-другому Да Сейчас она Юрмала Гольф-клаб Называлась По-другому Сейчас это Голф-клаб Юрмала Открыли его Мы присутствовали На открытии В прошлом году Осенью Нет, позапрошлый Осенью Нет, прошлый год Весна Осень точно Это значит Когда год прошел Да Это позапрошлый год Да Позапрошлый Осенью Позапрошлый год Да Сыграли Полный Прошлый сезон Да Поле новое Поле Сложное Поле интересное Поле длинное Да После Юрмалы Устаешь Я бы сказал Чуть-чуть больше Чем после Остальных полей Да Потому что Чуть больше Там Пятипаровых Или Пятиударочных Лунок Поле Ветренное Да Даже потому что Оно находится Рядом там Большие поляны Открытое пространство Да И Ну Ветер может Очень повлиять На игру Как уже Александр сказал Мячиков Можно потерять Больше Ну там же есть И девятилуночное Академическое поле Где Для начинающих Оно очень Тоже Даже для Видавших Виды игроков Интересно Но для Начинающих Там Скажем Шансы потерять Мячики Небольшие Поле Девятка У них Короткая Пар 3 По-моему Все Лунки Рассчитаны На 3 удара Да Так что Для начинающих Которые Может быть Пока Не могут Или не Получается Длинными Клюшками Или Вудами И драйвером Ударить Да Спокойно Могут играть На этом поле Да И Очень Очень Оно Оно Было Частью Из первого Поля Да С того Перешло Там тоже Девятка Была 18 Ну Что Юрмале Хочется Отметить То что Это Самое Новое И самое Современное В Балтии Поле Там На драйвинг рейнже Стоят Эти флипстопы Которые Когда Ты бьешь И ты видишь Как летит мячик На мониторе Да И там Даже Можно Соревнования Проводить Не выходя На поле Да Крытый Драйвинг рейндж Что тоже Очень большой Плюс Да С отоплением С отоплением Да В этом сезоне Это было Очень Очень Большим Плюсом Этого Поля Да Что даже Если плюс 2 градуса И дует ветер Там Драйвинг рейндж Или тренировочное поле С обогревом Ты ударил мячик И смотришь В мониторе Куда он полетел Сколько метров И это очень Очень хорошо Для тренировок Ты можешь Отработать Какой-то удар Или длинный удар Или короткий Наоборот Можно отработать Уже На этом тренажере Так Ну что у нас Сигал С рейнс Да Многие знают Трассу Рейнс Где Зимой Когда была зима Когда была зима Да Не в этом году Но перед этим Можно Заниматься Лыжами Но Летом Уже Мне кажется Шестой Год Может ошибаюсь Там уже Гольф Поле Было Оно Какое-то время Шесть лунок Сейчас там Девять лунок То есть Для восемнадцати На соревнованиях Мы идем Два круга Три лунки Достроили Если я не ошибаюсь Года три назад Да И новые Три лунки Три Или Да Три лунки Очень Сигутский Рельеф Скажем так Да Холмистый 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 Чуть больше Поле Тоже Интересное Да Там Первые Первые Лунки И последние Может быть Чуть-чуть Короче Да Из-за того Что Они были Как исторические Поле Из шести Лунок Но Уже Когда Добавили Длинные Лунки Да Пар пять Две То есть Пять ударов Тогда Четыре лунки Да Новых четыре Оно понравится тем Кто хочет Провести Выходной Типично Сигулдком Пейзаже Да Тоже Осенью Очень там Красиво Да Потому что Если вы Стоите На девятой Лунке На горе И смотрите Через ущелье Да 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 Ну Не видно Турайду Да Но Трамвайчик Видно И Цвета Осенью Всегда там Очень красивые Ну Если люди Без гольфа Едут смотреть На Сигулду То То с гольфом Можно Это объединить Очень видно Когда Если еще Рижские И при-рижские Поля Еще закрыты Да То В Тукумс Можно позвонить И Андресу Спросить Открыт он Или нет Да Но чаще всего Если конечно Снега нету Да То поле То поле Открыто Если нету Заморозков Потому что Конечно Мы не можем Играть Когда У нас Замерзшее Поле Да Чтобы не Попортить Его Но Бывало Такое Что погода В плюсе Да Но Еще Водные Препятствия Которые На поле Они Замерзшие Да И я Бил У меня Даже есть Видео Где я Бил Мячик Сводного Препятствия То есть Стою на льду И выбиваю Мячик Чтобы попасть В лунку Да Ну Летом Это невозможно Там Глубоковато Но зимой Если мячик Остановился Да Не все поля Не все поля Могут себе Это позволить Так что Это плюс Тукумса Может потому что Больше в курзами Там теплей Но в телефоне Я У меня Все время Есть Погода Регионов Где у нас Гольф поля Я слежу Какая погода В Тукумсе Какая В Марупе Да Какая В Озо Чтобы посмотреть И в Сигулде Да Чтобы посмотреть Хочется ли ехать И намокнуть Или можно выбрать Поле Где не обещают Все таки Все таки Дождя Хорошо Какие у нас еще Поля есть Виктор Из Девяти луночных Полей Это у нас Из полноценных Девяти луночных Это у нас Практически Все У нас есть Полевой Гольф Да Надо отметить Что Да Тукумс тоже Считается Полевым Гольфом Валмира Слушателям Скажем Полевой Гольф Отличается От сертифицированных Полей Именно сертификация Что поле Отработано В этих самых Программах Его Обмерили И внесли В базу данных По гольф-полей Мировых Если Идти Дальше По географии В Тукумсе Были Если Опять Вернуться В сторону Сигулды То Чуть-чуть Дальше У Валмира Валмира Мой же Есть Гольф-клуб Авоты Девять Лунок Из которых Шесть На Тех же Гринах Играются Если Я не Ошибаюсь Интересное Интересное Поле Мы Пару раз Ездили Там Происходят Турниры Так же Как И В других Полевых Полях Так что И Славится Он тем Что Там Был Когда-то Аэродром И Последняя Лунка Если Попадаешь На Асфальт Мячиком То Он Может Улететь Дальше Всех И Там Бьют Любители Бьют Почти Так же Как И Профессионалы Пару Раз Мы Там Играли И Даже Два Раза Попали На Это Поле Улетел У меня Никогда Мячик Так Далеко Не Бывал Как На этом Поле Небольшое По Дистанции Скажем Так Но Очень Я бы Сказал Такое Домашнее Да Потому Что Много Лунок Пар Три И Мне кажется Большинство И Очень Мне Очень Нравится Попробую Попробую Этим летом Собраться Еще Больше Съездить Туда Чаще Туда Съездить Если Смотреть Еще На Поля Которые Есть Это Усмис Голф Клуб Который Не Помню Какая Река Но У них Одна Из Лунок Находится На Островке В реке Хорошо Да И Ее Больше Даже Замечают Не Гольфисты Которым Может быть Лень Ехать Туда Но Те Кто Едут Летом На Лодках Не Могут Понять Как Так Вдруг Поворот Реки И Какой То Флажок Стоит Иногда Там Люди Играют Гольф Пару Раз Я Там Был Есть Свои Полевые Сложности Что Если Мячик Не Находится На Фейрвее То Его Найти Очень 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 Трудно Да Но Конечно Те Кто Поле Знают И Играют Чаще Уже К этому Приноровились Да И может Бьют Чуть Чуть По Другому Чем Те Кто Играют Первый Раз Это Из Полевых Гольфов Есть Еще Три Поля Это Калнозолы Зэмелы И Силты Но У них По Шесть Лунок Если Я Не Ошибаюсь Да И Я На них Не Играл Пока И Если У вас Есть Интересность Всех Полей Вы Можете Зайти На Страничку Федерации Гольфа Это Лгф 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 Лв И Там Информация И Все Контактные Телефоны Всех Клубов И Даже Тренеров Ну Может Не Всех Но Тренеров Есть И Информация Об Обучении Детей И Не только Детей Начинающих Вы Можете Найти В Этой Домашней Странице Так что Про Поля В Латвии Я думаю Мы Рассказали Все И Раскрыли Да Виктор Ты Сегодня Мне Говорил Что Гольф Ден Гольф Дена Собирается Ну Сейчас Опять Она Была В Мае Да Сейчас Планируется В июне Но Пока Еще Не Известно Сможем Я Я до Конца Не знаю Перенесли Перенесут Ее Еще раз Или Не Перенесут Насколько Будет Это Зависит От Запретов Или Наоборот Разрешение Собираться И так Далее Да Но Следите Пожалуйста За информацией Латвий Голф Федерации Страницы Да И Конечно Мы Будем Я Как Каждый Год Тоже И Не Только В Клинике Но И Фейсбуке Всегда Показываю Да И Приглашаю Людей На День Гольфа День Гольфа Это Когда Собираются Тренера Собираются Открываются Гольф Поля Для всех Да То есть Вы можете Приехать Семьей И получить Представление О гольфе Пройти Пройти Вместе С тренером И Большой Большой Толпой Людей Которые Хотят Начать Играть Гольф И Получить На практике Живые Какие Посмотреть Как Это Летит Мячик Как Он Потом Ищется И Попасть По Мячику И ударить По Мячику И ударить По Мячику Гольф Дэн Это Такое Мероприятие Которое Позволит Получить Представление О Гольфе Объявят Уже Тогда Всех Приглашаем Прощаемся Да На следующий раз У нас Заключительная Передача Мы Поговорим О Женском Гольфе Латвии Да Есть Даже Ассоциация Да У них Там Все По Зрохному Где Девушки Играют Со Всей Латвии Да И Ездят Почти По Всем Полям Насколько Я знаю Да У них Там Все Очень Хорошо Организовано Давай Мы Не Будем Это Нам Поможет Раскрыть Лидия Гаврилова На следующий раз Так Прощаемся С вами Да Встречаемся Через Две Недели До Свидания Всего Хорошего